На здании бывшей Пермской духовной семинарии есть мемориальная доска, на ней указана. Здесь учились выдающиеся люди земли русской. Указано три фамилии Попов, Бажов и Манин-Сибиряк. Но на наш взгляд здесь не хватает как минимум двух табличек с именами выдающихся людей, живших в Перми. Имена братьев Капустиных. Вот о них сегодня и пойдет речь. Мы, русские, в своем прошлом богаты крупными людьми и славными именами, и частенько, легкомысленно забывая, недорожимыми. Что же, своеобразная расточительность. Если бы отец Антонин не был русским, ему на его родине, наверное, уже поставили бы памятник. Мы же просто крепко забыли его. Так еще в 1934 году писал богослов и церковный историк отец Киприан Керн в своей монографии, посвященной отцу Антонину Капустину. Человеку, большая часть жизни которого прошла за пределами России, на святой земле. Но жизнь эта была целиком посвящена служению Отечеству и Православной Церкви. Слова Киприана Керна справедливые в отношении родного брата Антонина Михаила Капустина, преподавателя Пермской духовной семинарии и краеведа. Отец Антонин в миру Андрей Иванович и Михаил Иванович Капустина происходят из рода священнослужителей. По данным историка Анатолия Пашкова, их род берет начало в 17 веке. По версии же самого отца Антонина, который он изложил в своих дневниках, основателем их династии был Утеш Капустин, боярин, казненный еще при Иоанне Грозном. Капустины жили в селе Батуринское Шадринского уезда, входившего тогда в состав Пермской губернии. Их отец, священник Иван Капустин, слыл для своего времени человеком весьма образованным. Духовенство вообще считалось интеллектуальной элитой того времени. Это, может быть, наш взгляд на то, что духовенство – это неграмотный сельский священник. Так вот, среди священников не было ни одного неграмотного человека, как минимум. Антонин и Михаил получили блестящее образование. Первый окончил Киевскую духовную академию, одну из старейших в России. Второй выпускник Духовной академии в Москве. Но начали учебу оба брата в Перми, в духовной семинарии. Капустины учились в семинарии под покровительством своего дяди, который был сначала сеньором семинария, то есть занимал особую должность, надзиравшую за поведением студентов. По воспоминаниям современников Ипполит Леонтьевич Капустин, будущий епископ Екатеринбургский Иона, в годы своей службы в Пермской семинарии был человеком весьма суровым и скорым на расправу. Потому что он был большим любителем пороть семинаристов. Делал он это, искренне считая, что Розга – лучший воспитатель молодого человека. В семинариях в XIX веке наказание Розгами применялось постоянно. Причем пороли семинаристов не только за проступки, но и профилактически. Существовали профилактические порки. Есть такая вирша, написанная семинаристами той эпохи. «Спаси нас Господи от огня, меча и Ипполита Леонтьевича». Ипполит Леонтьевич – это и есть будущий архимандрит и епископ Иона Капустин. Доставалось ли от требовательного дяди его племянникам – неизвестно. Но если верить уже упомянутому нами биографу архимандрида Антонина, отцу Киприану Керну, Андрей вряд ли заслуживал наказание, ему были чужды вольности, свойственные некоторым семинаристам. Из книги Киприана Керна «Отец Антонин Капустин – начальник русской духовной миссии в Иерусалиме». Белград, 1934 год. Кроме обычных и неизбежных во всякой школе лени, скуки, равнодушия к науке, нередки были и такие пороки, как пьянство и игра в карты. Всего этого был чужд Андрей. Успехи же его в обучении были отмечены назначением до окончания курса семинарии на должность лектора греческого языка в низшем отделении семинарий и жалованием в 100 рублей ассигнациями в год. В 28 лет Андрей Капустин принимает монашеский постриг с именем Антонин, а в 33 года его уже отправляют служить за границу – сначала в Афин и затем в Константинополь. К этому периоду жизни относится большая часть путешествий архимандрита Антонина по Ближнему Востоку и его наиболее плодотворные научные изыскания. В 1869-м архимандрит Антонин становится главой русской духовной миссии в Палестине. Это человек, который открывает русское подворье, возглавляет его, духовно кормляет и создает основы массового движения, потому что палестинское общество носило массовый характер. Он и археолог, он и филолог, и политик, и дипломат, потому что жить и действовать в таком сложном месте, как тогдашняя Палестина и Иерусалим – это же целый клубок противоречий. Это место, где сходились интересы целого ряда стран. Здесь надо было иметь просто мудрые змеи, для того, чтобы решать те сложные задачи, которые ставила церковь перед отцом Антонином. Главной задачей Антонина было приобретение участков для строительства русских храмов. Но законы Османской империи, частью которой тогда была Палестина, запрещали иностранцам покупать земли на свое имя. Поэтому он их покупал через подставных лиц. И таким основным подставным лицом был его даргоман Яков Халиби, араб. На выкупленной земле Антонин строил храмы. До сих пор самое высокое здание в Иерусалиме называется «Русская свеча». Это колокольня, построенная не только на земле, приобретенной Антонином, но и по его проекту. Им были приобретены библейские участки. В частности, самый знаменитый из них – это участок, где и произошло явление Троицы Аврааму. И Маврийский дуб до сих пор жив, в том числе и благодаря трудам отца Архимандрита Антонина Капустина. На приобретенных землях Архимандрит Антонин производил раскопки. Именно ему мы обязаны тем, что сегодня имеем возможность видеть судные врата, через которые проходил Спаситель, когда его ввели на Голгофу. Многочисленные базилики времен императора Константина. Архимандриту Антонину принадлежит также систематический научный каталог 1348 греческих и славянских рукописей монастыря Святой Великомученицы Екатерины на Синае. На этой уникальной фотографии отец Антонин под тем самым маврийским дубом. В группе людей рядом с ним еще один наш земляк, известный пермский краевед, первый глава Пермского губернского земства Дмитрий Смышляев. В те годы Дмитрий Дмитриевич служил в Иерусалиме, первым уполномоченным императорского православного палестинского общества и занимался строительством подворья для русских паломников. Отец Антонин очень благоволил своему земляку. И в своих дневниках он пишет, «Мой земляк теперь живет у меня». Мы вечерами беседуем и радуемся, что имеем возможность общаться, говорить о тех людях, которых мы вместе знаем. В общем, он был очень доволен тем, что Смышляев приехал, и они нашли друг друга. Дневники, о которых упоминает отец Алексей, это настоящая летопись. «Моя повесть временных лет», так назвал ее сам отец Антонин. Он начал вести дневниковые записи в 1841 году и вплоть до своей кончины делал пометки ежедневно. Эти рукописи сегодня хранятся в архивах, а совсем недавно их начали издавать. В то время, когда Антонин служит в Палестине, его родной брат Михаил, окончив Московскую духовную академию, возвращается в Пермскую губернию, обзаводится семьей. По свидетельству современников, супруга Михаила Ивановича Мария Петровна содержала небольшую хромолитографию, тогда как сам глава семейства преподавал в родной ему Пермской духовной семинарии. Когда мы читаем его послужной список, мы удивляемся, насколько многогранен был его талант преподавателя. Опытный педагог знает, как трудно, грамотно, достойно преподать хотя бы одну дисциплину. Здесь мы видим, что Михаил Иванович преподавал логику, психологию, патристику, то есть знания о трудах святых отцов в церкви. Преподавал три языка. Один новый немецкий и два древних, латинский и греческий. Преподавал педагогические науки, философию, а также миссионерские дисциплины. Одновременно Михаил Иванович участвует в издании в Перми губернских ипархиальных ведомостей и в течение долгого времени состоит членом редакционного комитета этого издания. Пермские ипархиальные ведомости делились на две части, официальная и неофициальная. Официальная часть нам понятна, здесь были различные сметы расходов, отчеты и так далее, распоряжения. А вот неофициальная часть, она была разная в каждой епархии. И Пермские ипархиальные ведомости как раз отличались тем, что они очень много уделяли внимания различным историческим зарисовкам, краеведческим работам. И здесь публиковались самые известные краеведы того времени. В ипархиальных ведомостях выходит несколько работ Михаила Капустина. Это очерки о Пермской духовной семинарии и быте подмонастырских крестьян, зарисовки по истории Пыскарского монастыря и ссылки в ныроп Михаила Романова. Но главным своим трудом член Пермской ученой архивной комиссии видит издание словаря-справочника о пермском прошлом, над которым работает до конца жизни. Во дворе вот этого дома по Петропавловской, 14, когда-то стояло два двухэтажных здания. Оба они принадлежали семье Капустина. Сохранилась фотография, на которой вся семья расположилась на крылечке одного из них. Оба дома снесли 40 лет назад. Практически не осталось в Перми и архивов Михаила Капустина. В Пермском краевом архиве есть лишь несколько его набросков к словарю-справочнику о пермском прошлом. Полная рукопись хранится в Москве, в государственной библиотеке бывшей Ленинки. Михаил Иванович умер в 1904-м. Похоронили его на Игошехинском кладбище у церкви Успения Пресвятой Богородицы. Рядом с могилой героя войны 1812 года майора Теплова. Отыскать могилу Михаила Капустина оказалось делом весьма нетрудным. Очень четко указано, где он похоронен за алтарной стеной Успенской церкви на Старом кладбище. Но вот тот вид, в котором сегодня находится это захоронение, говорит о десятилетиях забвения к памяти этому выдающемуся человеку. Архимандрит Антонин скончался в Иерусалиме, десятью годами ранее брата. Согласно завещанию, погребен в построенном им соборе Вознесения Господня на Илеонской или Масленичной горе в Русском Вознесенском монастыре. В Перми мы разыскали потомков Капустиных. Елена Юрьевна Коршунова, праправнучка Михаила Ивановича. Сегодня она вместе с родственниками старается отыскать все, что относится к родовой истории. В семье мало что осталось от именитых предков. Ей не могло много дойти, потому что времена были смутные. Очень много было утеряно всего в семье. Ну, во-первых, насколько мне было известно, это опять-таки из уст моих родственников ближайших, был в семье белый рояль. О чем, кстати, только и сожалели о потере вот этого рояля, ни о чем другом. Потому что все, в принципе, в семье музицировали. И действительно, белый рояль – это было достояние в семье, это была радость. Вот один из немногих предметов, которые сохранились. Эту подзорную трубу по семейной легенде архимандрит Антонин завещал своему брату Михаилу. Действительно, в завещании об этом говорится. Также в Перем Антонин передает свою панагию в резницу Спасо-Преображенского кафедрального собора. Вполне возможно, она до сих пор хранится в запасниках Пермской художественной галереи. Но более важно для нас другое наследие архимандрида Антонина Капустина. В Палестине им было куплено 13 участков площадью около 425 тысяч квадратных метров стоимостью до миллиона рублей золотом. Эти земли отцу Антонину удалось официально оформить в соответствии с законами Османской империи, навечно закрепив за православными русскими людьми. Большая часть земель была потеряна во времена Хрущева. Однако есть надежда, что вопрос о легитимности их отчуждения у русского народа будет еще поднят. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ